Друзья, приветствую вас всех на нашем канале обучения и саморазвития. Сегодня мы обсудим очень интересную тему – влияние цвета и звука на организм и самочувствие человека. В жизни каждого человека цвет и звук имеют большое значение, потому что они несут в себе определенную информацию. Например, у любого человека есть свой любимый цвет или он предпочитает слушать музыку, которая ему нравится. Это происходит потому, что у каждого человека есть свои задачи в этой жизни и его энергетика настроена на определенную вибрацию, которая в частности выражена в соответствующих цветах и звуках нашего мира. Влияние цвета и звука на человека обусловлено тем, что человек многомерное и межпространственное существо и проявленные цвета и звуки этого мира указывают на его связь с более тонкими структурами и измерениями. Как же влияет цвет на человека? Влияние цвета на настроение человека известно давно. Когда человек выбирает определенный цвет, то таким образом он выражает свою душу, свой внутренний мир, и такие цветовые вибрации отображают вибрации энергетического тела самого человека. Например, люди веселые и оптимистичные набирают пестрые краски с радостными тонами. Существуют также люди, которые одеваются в черное, таким образом они показывают, что нуждаются в защите. Люди, которые не верят в себя и не хотят, чтобы на них обращали внимание, одеваются в одежду неярких или серых цветов. Творческие люди, которые порой делают все интуитивно, часто используют желтые цвета. Этот цвет их вдохновляет. Многим известно, что зеленый цвет связан с природой, с ростом чего-то, и такой цвет используют целители. А вот оранжевый цвет связан с божественным устремлением и выражает высокий уровень сознания человека. Что касается людей, одевающихся в розовату красную одежду, то это выражает вибрацию энергии любви, и это есть цвет любви. А потому над такими людьми часто смеются или подшучивают, таким образом выражая свой страх перед любовью, которую несут в себе такие люди. Голубой цвет более подходит для дипломатии и решения вопросов, связанных с бизнесом во время переговоров. Однако, если голубой цвет использовать на рабочем месте, то это ведет к снижению концентрации и работоспособности рабочего персонала. Фиолетовый цвет связан с божественным началом человека, где сведены мужское и женское. Такой цвет создает позитивные изменения в жизни человека. Подробную информацию о цветах одежды в гардеробе человека и об определении своего цветотипа внешности вы можете прочитать на нашем портале обучения и саморазвития. Также, можем рассмотреть влияние цвета на самочувствие человека. Внутренние вибрации и жизненные устремления человека отражаются на его биоэнергетическом поле – ауре. Считается, что чем более яркая и чистая аура у человека, тем он более чист энергетически и духовно устремлен. Чистый красный цвет в ауре человека означает энергию и силу, а темно-красный будет признаком вспыльчивости и неуравновешенности. Оранжевый цвет символизирует жизненную силу. Желтый цвет ауры говорит о крепком здоровье и хорошем интеллекте. Зеленый цвет – это цвет природы, сострадания и сентиментальности. Синий цвет ауры – это цвет духовности и возвышенности. Фиолетовый цвет означает духовное искание и веру. Белый означает духовность. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Также звук влияет на человека. В своей основе звук представляет собой колебание воздуха и пространства. Влияние звука на организм человека зависит от частоты колебаний. По своей структуре звук проявляется в виде набора определенных кодов. И если это звуки, допустим, речи человека, то другой человек расшифровывает такие звуки, как слова. Если иметь мало ментальных установок и находиться в состоянии внутреннего молчания, то те же самые звуковые коды можно будет воспринимать своим энергетическим полем, даже физически, не слыша эти звуки. У любого человека есть свои предпочтения к определенным звукам. Так мягкая, классическая или медитативная музыка обогащает душу, поднимает сознание человека и его вибрации. К подобным звукам можно отнести и колокольный звон, несущий в себе высокие вибрации и исцеление. Однако можно выделить и негативное влияние звука на здоровье человека. Существуют разрушающие звуки, наподобие тяжелого рока и металла. Такие звуки выражают беспорядок в душах таких людей, понижают сознание и разрушают ДНК на клеточном уровне. Можно сказать, что спокойные звуки, звуки колоколов, классическая или медитативная музыка, это творящая или созидательная энергия. С другой стороны, громкая музыка на рок-концертах, выстрелы, хлопки, сирены и другие резкие и тяжелые звуки создают колющую, пробивающую и разрушающую энергию. Такие звуки могут вызывать проблемы с кожей, гнойники, пигментные пятна и псориаз. Кроме того, музыка, несущая разрушение, активизирует в душе человека негативные энергии, которые причиняют болезни и страдания. Не менее важно упомянуть позитивное влияние звука на самочувствие человека. Многим известно, что молитва меняет пространство, особенно если слова молитвы проговариваются от всего сердца. Так происходит потому, что коды таких молитв были переданы из более высоких измерений. Когда человек произносит молитву, происходит очищение энергетических полей. Физическое тело трансформируется в сторону улучшения и жизненный путь гармонизируется. А что со смехом? Это потрясающий метод гармонизации. Конечно, если только это искренний смех. И при таком смехе улыбается, радуется и смеется сама душа человека. Искренний смех очищает и наполняет позитивной энергией все тело человека. Каждый человек несет в себе определенную звуковую вибрацию. Другими словами, у каждого своя вибрация и каждый человек звучит по-разному. Допустим, один человек может располагать к себе и с ним легко общаться, а с другим будет некомфортно. И это говорит о соностроенности одного человека на другого. У каждого физического тела есть своя вибрация. Даже работа внутренних органов создает внутренний звук. Все движения, существующие в организме человека, создают определенную частоту звука. Хотя обычным физическим ухом это не воспринимается. Когда у человека активированы шестая и седьмая чакры, то он может слышать даже вот такие внутренние звуки своего тела, и он сможет слышать звучание космоса, другие миры и цивилизации. Все в этом мире наполнено вибрацией, светом, цветом и звуком. Существует даже колебания Земли. Эта планета Земля исполняет свою песню. Через выбор определенных цветов и звуков, человек может сгармонизировать и излечить свое физическое тело и пространство, где он находится. Независимо от предпочтений знания, о влиянии цвета и звука на человека, безусловно, важны. А потому, поняв звук и цвет, человек становится более счастливым в своей жизни. Переходите на наш YouTube канал, и вы найдете много полезной информации на интересующие вас темы. Смотрите самые мотивирующие видео. Видео о секретах успешности, как побороть лень и многое другое. А я желаю вам всего самого наилучшего. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok